Елена Ганыбина просит отказаться от написания заявления в полицию и готова компенсировать материальный ущерб. Наталья Дробышева готова взять деньги, но требует, чтобы дополнительно к этому крупная сумма была переведена в благотворительный фонд. Добрый день, уважаемые дамы. Добрый день, меня зовут Дмитрий, очень рад приветствовать вас на встрече, на которой мы постараемся мирным путем регулировать конфликт, который между вами возник. Инициатором встречи является Елена Вартановна, поэтому, пожалуйста, Елена, вам слово. Пару слов о конфликте и как вы предлагаете его решить. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. Я хотела бы вернуть Наталье Игоревне 65 тысяч рублей, которые она мне переводила. Вот, пожалуйста, возьмите, пересчитайте. Которые она вам переводила? Да, она мне их переводила с целью благотворительности, совершенно добровольно. Но, значит, Наталья Игоревна считает, что я мошенница. Конечно, это не так, но она грозится пойти в правоохранительные органы, что мне совершенно как бы неинтересно. Поэтому ее средства я готова ей вернуть, в обмен на то, что она никуда не ходит и ничего нигде не пишет. Чем вы занимаетесь? Кому оказываете благотворительную помощь? Смотрите, Дмитрий, я помогаю малоимущим семьям. Помогаю, значит, я собираю в интернете денежные средства, вещи, игрушки и передаю их людям, которые в них нуждаются. То есть малоимущим семьям с детьми. Да, естественно, для этого я размещаю определенные фотографии и просьбы о помощи на всевозможных форумах благотворительных. Создаю страницы ВКонтакте, в соцсетях, с целью, чтобы денежные средства, которые туда переводились, передать потом этим семьям. Почему это делаю именно я, а не они сами? Да, то есть вы посредник, да? Вы собираете и передаете семьям. Ну, подумайте сами, просто откуда у малоимущих семей компьютеры, гаджеты и интернет, они просто даже не умеют с этим работать. Я просто исключительно как посредник, как информационное, так скажем, агентство для них. Ну и, соответственно, как бы все вещи, которые я передаю, я обязательно их сама дезинфицирую, стираю. У них тоже на этого средств нет. Это все я делаю самостоятельно. Я сама езжу, забираю, передаю. А вещи какие-то, то есть уже бывшие в употреблении, да? Да, конечно, да, да, да. Вот в том числе у Натальи Игоревны я забирала в течение года примерно, мы сотрудничали. У нее замечательные близнецы, которые растут, конечно, там вещи остаются, и я их забирала и передавала, вот в частности, ее вещи. Часто уходили из семьи, у которых четверо детей, и папа трагически погиб. Ну, Наталья Игоревна, видно, считает, что я что-то делаю... Какие-то мошеннические действия. Почему? В общем, спустя год, как вот мы сотрудничали, она врывается ко мне домой, что-то кричит, я даже ничего не понимаю, я спрашиваю, что случилось. А она мне говорит, что я мошенница, что вот какой-то автомобиль, вот какой-то магазин, еще что, в общем, слабо поняла, я пересчитала потом, сколько примерно она переводила мне денег, и, соответственно, их... Угу, получила 65 тысяч рублей, которые вы хотите вернуть и как бы расстаться на добрых отношениях. Человек, который, как может, человек, который занимается благотворительностью, ездить на машине в 5 миллионов рублей, иметь дачу в Подмосковье? Как вообще это такое возможно? А вы ко мне в карман не лезьте. Я в ваш карман не лезу. Я тоже бы хотела узнать, например. Наталья Игоревна, ну, во-первых, люди, которые занимаются благотворительностью, обычно чаще всего состоятельные, поскольку есть возможность заниматься благотворительностью. Почему вы, Елена Вартану, обвиняете фактически в мошенничестве? С чем связаны такие обвинения? Дмитрий, я не обвиняю, я говорю о том, я заявляю, что, да, эта женщина мошенница, и у меня есть доказательства. С чем подкреплены ваши обвинения? Я принесла вот все чеки. Да, действительно, я, получается, знакома с этим человеком год. Год назад я на странице в соцсетях нашла аккаунт многодетной матери четверых детей. Там была описана душесчипательная история, то, что семья перебивается с хлеба на воду, то, что они лишились кормильца, и мать не может получить, добиться квартиры для своей семьи, без души от чиновников. В общем, понимаете, я поверила. Настолько я вот прониклась этой историей, там были ужасные фотографии. Семья в очень тяжелом финансовом положении. Дети, конечно, дети. У меня у самой двойняшки. И в каких-то ужасных лохмотьях. В общем, я позвонила. Там были указаны контакты, я позвонила. На том конце провода мне ответила женщина. Она очень благодарила и говорит, я готова принять помощь, но сама приехать не могу, потому что ребенок болеет, и за 100 километров мне ехать неудобно, средств нет, поэтому, пожалуйста, на встречу приедет Елена Вартановна, вы сможете ей передать средства. И в чем приступление? Да, действительно, приезжает эта женщина, ну так, скромно одета, все принимает. Я говорю, ну так как у нас есть возможность в нашей семье, я говорю, как я могу еще финансово помочь? Она говорит, вот, пожалуйста, номер карты этой женщины, вы можете переводить ей средства. И тут же я подключаю автоплатеж. Я вот все принесла, все распечатала. Еженесячно у меня списывалось в 13 месяцев по 5 тысяч рублей. Вот, в общем, после этого... И вот, пожалуйста, и заберите. Конечно, заберу. После этого две недели назад я захожу еще в один аккаунт. У меня двойняшки. Мне нужно было срочно им для... на карнавал костюмы. А нахожу, там, интересно, так зацепило внимание аккаунт, элитный секонд-хенд. Я, в общем, конечно, не хожу в секонд-хенды, но тут нужно было срочно, думаю, мало ли что-то интересное найду. Я не знаю, может, мне вселенная как-то вот просто натолкнула на этот аккаунт. И буквально там вторая-третья фотография. Мне, конечно, был просто шок, ступор. Что я вижу? Я вижу там фото комбинезонов моих детей. Это эксклюзивные вообще комбинезоны. И они... Родственница мужа с Канады привезла. Там вышивка, герб города был сделан. И имена, имена моих детей. Я стала листать там через одно фото вот как раз свежие вещи, которые переданы были две недели назад. То есть шок... То есть не только комбинезоны. Конечно, ну конечно. Много вещей, которые вы передавали якобы... Конечно, дети быстро растут. Вот последний раз был целый пакет опять передан. И что? Я потом начинаю, думаю, сначала шок. Что делать? Как быть? Как вывести этого человека на чистую воду? Звоню подружке поделиться. Она говорит, слушай, вот я не афишировала это. Я, оказывается, тоже перевожу деньги. Многодетной матери, там, по-моему, пятерых детей. И говорит, а у меня тоже Елена Вартановна. То есть... То есть, думаю, как дальше, что делать? Ну, я думаю... Наталья Игоревна, она просто меня неправильно поняла. Я с самого начала говорила, что... Есть какое-то объяснение тому, что вещи, которые предназначались для малоимущих семей, оказались в продаже, в секонд-хенде, в элитном? Да, у Натальи Игоревны действительно очень элитные вещи. А я приезжаю помогать малоимущим семьям. Вы представляете районы, в которых они живут? Когда я привезла маме такие комбинезоны, она говорит, да вы что, как я ребенка в этом выпущу гулять, да его же на куски просто порвут. Ну, а будут стараться ограбить. Еще потом к нам домой, говорит, полезут. Вы мне лучше, говорит, деньгами дайте, вот эти вещи продайте, а дайте мне деньгами, потому что им и 500 рублей, это большие деньги. Поэтому, конечно, я не могу, ну как я... Я же не могу, допустим, ей сказать, что я не буду у вас брать слишком элитные вещи. Должны вы это сказать мне целый год, да, передавали? Я не буду это все объяснять, это все времени. Вот, понимаете, вот доказывать людям, что я не верблюд, это тоже больших затрат требует, и энергетических, и временных. А придется доказывать. И вот именно поэтому я совершенно и не хочу, потому что в полиции придется делать то же самое, это тоже будет огромная потеря времени. Я там буду, я докажу, конечно. Но, тем не менее, у меня нет ни сил, ни желания, ни времени, потому что им вообще только дамочку поставить. Семьи-то, семьи эти существуют. Нет, конечно, это фейк, это фейк. Мы просто... Можно я продолжу, да? Да, конечно. Значит, я думаю, мне нужно заняться каким-то собственным расследованием. Я решила притвориться покупателем. Беру телефон мужа, меняю голос и звоню по поводу комбинезона, чтобы их вернуть, ну, выкупить. Вот в этот элитный секонд-кар. Да, 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 да. Так, и что вам сказали? На том конце провода, что вы думаете, отвечает Елена Вартанова, говорит, вообще без проблем на следующий день приедет курьер. Приезжает у нас курьер на следующий день, молодой человек. У меня, думаю, как раз муж был и, ну, друг его, они такие большие, мужчины солидные, мы решаем пообщаться с курьером. В общем, я не знаю, он испугался или просто решил сказать. К стенке прижали курьеры, да? Да мы просто побеседовали, мы пригласили. И что вам поведал курьер? Ну, и молодой человек говорит, слушайте, да, действительно, давно существует этот элитный магазин. Я ежедневно, у меня 5-6 заказов. Люди заказывают активно. По несколько вещей приходят. И все деньги я отдаю, опять же, малымущим семьям. И опять же, говорит, она прекрасно живет, эта женщина. Она в тот дорогом ездит, машину дачи имеет. Самое главное, у нее вообще детей нет. А чем вы, Елена Вартанова, занимаетесь, помимо благотворительства, работаете? Откуда у вас доходы? Дмитрий, у меня был очень богатый муж пожилой. Значит, он скончался и оставил мне достаток. Наследство. Да, наследство, но наследство в виде в основном активов. И поэтому я могу энную сумму в месяц снимать на свою жизнь, как так скажем. А все деньги, они... Ну, понятно. А что вы говорите, вот семьи фейк? Фейк. Как вы, это вам курьер тоже сказал? Помимо... Нет, это дальше я уже. Я просто решила задаться целью, вывести человека на чистую воду, вернуть мне свои деньги. И просто вернуть деньги тех людей, которые так же повелись и готовы помогать, но на самом деле это семьи, которые нуждаются в этом. Значит, стала смотреть. Та фотография, та семья, которой поверила я, она вообще оказывается, живет в Туве. И эти фотографии были сделаны... Помолчите, пожалуйста. Они сделаны 6 лет назад. Это было изъятие... Фотографии сделаны. Фотографии были сделаны 6 лет назад. Вообще, какое-то изъятие приставов от семьи наркоманов. Ну, то есть, это вообще давно было. И остальные... Стала смотреть тоже вот в нашем городе. Вот такие аккаунты многодетных семей. Я вообще насчитала больше двух десятков. Может быть, их еще и больше. И вообще остальные... И все они связаны с Еленой Вартеновной? Да, конечно. Там ее контакты прикреплены. И они вообще... Эти фотографии фейковые. То есть, это легко очень доказать. Сколько семей? Более двух десятков таких аккаунтов я насчитала. Вы насчитали аккаунты. Сколько семей вы проверили? Я проверила. Да, Дмитрий. Я вот иногда тоже, да, за что купила, как говорится, за то и продаю. Вот обращаются ко мне семьи. Ну, может быть, где-то я не перепроверила. Может быть, действительно, ко мне также мошенники обратились, и у меня эти деньги... Елена Вартеновна, честно, надо вериться с трудом. Вот вашу историю здесь налицо. Если действительно Наталья Игоревна обратится в полицию, здесь налицо мошенничество. Причем мошенничество очень некрасивое. Всегда наживаются почему-то у нас мошенники на самых незащищенных слоях населения. И давят на людей, которые искреннюю помощь хотят оказать малоимущим. Почему-то вот именно за счет вот этого. Чаще всего пенсионеры, дети, социально незащищенные группы граждан. Ну, это налицо мошенничество. 20 аккаунтов, какие-то фотографии шестилетней давности, где-то в интернете взятые. Вы получаете немаленькие средства. Далее в программе. Наташ, я не изменял тебе. Я просто пропил деньги. Лучше бы изменил. Просто пропил эти деньги. Мужчину украл и разом прогулял несколько миллионов. Но где же полиция, следствие, строгий, но справедливый суд? И почему единственное наказание, которого страшно боится преступник, развод? Я же не виновата в этом. Я не могу иметь детей. Ну, я виновата в этом. Ну, а кто меня отправил? Женщина живет сумасшедшей матерью, племянницей-воровкой и братом-убийцей. Как они оказались в одной квартире и смогут ли мирно разъехаться? Наталья Игоревна, я понимаю, 65 тысяч рублей вы готовы взять? У вас еще какое-то было требование? Нет, я, конечно, конечно. Это я вернусь, заберу свои деньги. Мне важно, чтобы эта женщина... Собирайте свои деньги. Мне важно, чтобы вот эта женщина... Это то, что вы перевели, согласно выписку. Да, да, да. А что еще вы хотите? Мне важно, чтобы эта женщина перевела благотворительный фонд. Вот я, пожалуйста, передам. Давайте я посмотрю. Это реквизиты благотворительного фонда? У нас в городе мальчик есть, у него очень тяжелое заболевание, ему нужен укол, который стоит 3 миллиона. Вот пусть она переводит миллион в счет вот этого благотворительного фонда и удаляет все свои аккаунты, лжеаккаунты. Тогда я не буду к ней иметь претензий. Только после этого. Да, с полицией я действительно не хочу иметь никаких дел. А у вас там перспектива прям вот нерадужная совсем. Но миллиона у меня тоже нет. Еще с учетом объема вам, мало того, куча эпизодов светит, а с учетом даже денежных средств, связанных только с одной Натальей Игоревной, у вас особо крупный размер. Четвертая часть. Это 10 лет лишения свободы. Я готова помочь этому бедному мальчику? Только по одному эпизоду. Но у меня есть только 250 тысяч. Что? Вы чего? Вообще что ли? Какие 200 тысяч? Я не знаю, у вас машина дорогая. Муж вам оставил наследство. Ну, она хочет, чтобы я сейчас здесь перевела. Так она вам на сколько перевела? Вещей-то на сколько отдала? Так а сколько людей? Интернет помнит все. Я сейчас... Так, дайте мне подумать. Подождите. Поднимаю всех людей. Найдем доказательства. Будете там отвечать тогда. Мне кажется, вам следует изыскать возможность помочь мальчику. И перевести деньги в благотворительный фонд. В ваших же это интересах. Вот реквизиты есть, переводите. Я найду. Но вот максимум, который я могу найти, это 500 тысяч рублей. Или идите куда хотите. Правда, у меня тоже есть много документов, подтверждающих, кому я и когда переводила деньги. Пускай они там где-то ищут этих мошенников, которые меня так же, может быть, как и вас, обманывали. 500 тысяч рублей. Ну, тоже немаленькая сумма. Ну, что я... Прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Открывайте приложение, забивайте реквизиты, показывайте нам квитанцию о переводе. И помимо этого еще, Дмитрий, пропишите, пожалуйста, соглашение, чтобы этот человек удалил все свои аккаунты из соцсетей, чтобы она больше этим мошенничеством больше не занималась. Сейчас Елена Вартановна справится с мобильным банком со своим. Все, перевела. Вот. Все? 500 тысяч рублей, да? 500 тысяч рублей. Отлично. 65 вам вернули. То есть у вас претензий больше к Елене Вартановне? Нет, у меня... Я вот говорю, что мне нужно, чтобы она все аккаунты удалила. Да, я думаю, что это в интересах Елены Вартановны, если она не хочет, дальше все-таки иметь дело с правоохранительными органами. Елена Вартановна, спасибо за участие. Вы можете быть свободны. А мы с Натальей Игоревной еще пообщаемся. Телефон не забудьте с вами. Всего доброго. Наталья Игоревна, ну вы сейчас как бы вот решили свой вопрос с Еленой Вартановной, но, я так понимаю, у вас подруга тоже в такую ситуацию попала? Конечно. Вот вашей подруге я предлагаю все-таки немирно решить этот вопрос, обратиться в правоохранительные органы. Понятно, что мошенница, понятно, что должна быть наказана, но нельзя наживаться на желании людей помочь другим. Нельзя. Должна помощь доходить до людей, а не оставаться в карманах вот таких мошенниц. Посоветуйте подруге настоятельно обратиться в правоохранительные органы. Конечно, да, Дмитрий, спасибо вам. Спасибо за участие, всего доброго. До свидания. Мировое соглашение подписано. Я, конечно, сделала ошибку, что не стала бороться и доказывать, что я ни в чем не виновата. Но я надеюсь, хотя бы эти 500 тысяч пойдут на влагое дело. Меня, конечно, переполняют эмоции. Я очень зла. То, что среди нас так много людей. Есть такие люди, которые обманывают других. Ну, конечно, пусть полмиллиона, но они пойдут в благотворительность. Они пойдут на пользу нуждающимся. И, конечно, этим я удовлетворю. Я довольна этим. Альфонсы, стервятники, вот вы чего получите. Встретились с врагами. Это наши деньги. Я тебя убью, скотина. Порву на кусочки, сволочь. Расстались друзьями. Дай пять. Каждый будний день в мировом соглашении. Ладно, мы согласны. Куда же вы денетесь, конечно. Под руководством Дмитрия Агриса. Знаете, как говорят? Два юриста, восемь мнений. Нина Панова умоляет старшую дочь не торопиться с продажей доли квартиры. Просит дать ей время для выкупа этой части жилья. Алла Мартюшева не готова простить матери все обиды детства. Хочет как можно быстрее получить деньги за свои квадратные метры и уехать. Пожалуйста, не трогу вам словом, чтобы вы хотели сегодня с Аллой Геннадьей обсудить. Аллочка моя старшая дочь. Мы являемся втроем собственниками квартиры. Это я, мой сын и Аллочка. У нас по одной третьей доле. По одной третьей доле? Да. Аллочка решила продать свою долю. И она оценила квартиру. Наша трехкомнатная квартира в Купавне, 74 квадратных метра, была оценена 8 миллионов рублей. Долю Аллы оценили в 2 миллиона 300. Она предложила мне выкупить ее долю за эту цену. Но в данный момент у меня нет всей этой суммы на руках. Сын Сергей, младший сын, он болен. У него проблемы с головой. И я являюсь его опекуном. К тому же у меня на руках еще 12-летняя внучка Вика. Это дочь Сергея. Дочь Сергея, внучка. А Сергей, вы говорите, опекуном. Он признан неспособный? Он не дееспособный, да. Вы проживаете вместе. Мы проживаем вместе. С сыном с внучкой. С внучкой в трехкомнатной квартире. Алла, я так понимаю, отдельно проживает, да? Нет, я сейчас проживаюсь. А, вы все вместе проживаете. Сейчас Алла вернулась опять к нам в квартиру. И мы сейчас проживаем все вместе. И я как бы имею накопление, ну, это 600 тысяч рублей. И я обратилась в банк, ну, нашла нормальный банк под нормальный процент. Мне одобрили кредит в 700 тысяч рублей. И сейчас я вот могу предложить Алле сразу же заплатить за ее долю 1 300 000. А на остальную сумму 1 000 000 я прошу рассрочки. Я как бы объясняю Алле. На какой срок? На полгода. У нас есть дом во Владимирской области. И я так думаю, что в течение полугода мы к лету найдем покупателей на этот дом. Сможете продать его. Да. Он оценен в полтора миллиона рублей. Да что за такие деньги? Ты его не продашь. Аллочка, ну, мы же тоже оценили этот дом. И вот нам оценили его в полтора миллиона рублей. И люди все равно будут искать дома и покупать земли. Естественно, мы продадим его. Я сразу же... Ключевое. Через полгода. Ну, я и прошу тебя на полгода. За эти полгода я буду искать другие какие-то еще варианты. Просто я сейчас не хочу обращаться в микрозаемную организацию, потому что ты сама знаешь, какие ситуации бывают с этими микрозаймами. Ну, это не моя проблема. Ты там проценты с ума сойдешь какие-то, конечно. Ну, просто, ну, нет смысла, Аллочка. Ну, вот ты, я понимаю, у тебя обиды. Ты не хочешь подумать обо мне. Ну, подумай, пожалуйста, о братье, о племяннице. Вот о братье я даже слышать не хочу, не то что думать. Но он же твой родной человек. Ну, представь, Алла, вот как вот в нашу квартиру просто чужие люди. А вы почему хотите продать-то эту долю? Вы разъехать хотите с родственниками? Да, я хочу уехать оттуда. Потому что это невозможно. Что невозможно? Моя мать превратила мою жизнь в какой-то сумасшедший дом. Понимаете, я у нее добрачная дочь, и она меня всю жизнь винила вообще во всех грехах просто. Ну, а это же не так. Ну, конечно, не так. А потом вот у нее Сереженька появилась. Она вышла замуж, родила Сереженьку. И все Сереженьке стало. Все абсолютно. Все внимание, все деньги мужу Сереже. Где я вообще находилась, было абсолютно все равно. Ну, мне отдали, ты врученная была, одета. Ты вообще не знала, где я нахожусь. Мне 7 лет, понимаешь? Ты все ему отдавала. Все Сереже, все мужу. Хорошо, что она хотя бы меня прописала в эту квартиру и включила в приватизацию. Это же моя дочь. А Сережа, твой замечательный, 16 лет бухать начал, гулять. Ну, не сложилась у него жизнь. Ну, что сделаешь? Еще более того, он какую-то девку нашел, притащил ее домой, она залетела от него. И вот она родила Вику. И стали они все вместе у нас жить. Причем бухали, ругались. Он жену бил. Они потом мирились, опять бухали. В общем, на фоне всего вот этого кошмара я вышла замуж за первого встречного, просто чтобы оттуда уехать. Ну, я же тебе отговаривала, говорила не делать этот шаг. Но недавно развелась, не стерпелась, не слюбилась. Ну, вот тоже у тебя жизнь не сложилась, как у Сергея. Ну, не как у Сергея, поверь мне. В общем, мне пришлось вернуться к матери, а там просто кошмарная ситуация, там все еще хуже. Сергею 29, он на 50 выглядит, он спился в конец, у него психические припадки, он просто ненормальный. Он год назад жену свою убил. Убил? Да. И чтобы его не посадили, только потому что мать через суд добилась того, чтобы его признали невменяемым. Естественно, его лишили родительских прав. Сколько лет сейчас внучке-то? 12 лет, девочки. 12 лет? Ну, вы представляете, вообще, какое влияние оказывает этот человек на собственную дочь? Надо было в тюрьму упечь просто, чтобы не было... Очень хорошо. Давайте мы Вику пригласим, может быть, все-таки Вика попробует... Вику, да, серьезно? Вика, Вика... Про Вику я тоже могу рассказать. Про Вику я тоже рассказать могу. Немало. Вы представляете, она ворует. Ей 13-й год идет, а она уже воровка. Ну, не воровка она. Ну, конечно, я сама своими глазами все видела. Это Вика? Да, да. Ну, в смысле, для меня не сау. 12-летнюю девочку можно менять. Можно, если я видела все своими глазами. Послушайте, я приезжала к матери, смотрю, деньги у меня стали пропасть. Я думала, это Сергей. А потом я как-то вижу, она у меня реально в кошельке роется. Я хочу просто оттуда уехать. Ну, то есть, я так понимаю, вы предложили выкупить долю. Поскольку, Нина Петровна, нет всей суммы, вы сейчас ее планируете кому-то другому продать? Да. Другим лицам? Мне не важно, кому. Мне просто нужны деньги сейчас. Мать испортила мне всю жизнь. Я больше не могу там находиться. Ну, чем испортила? Ну, слушай. То есть, у вас вопрос что, не в деньгах, а в каких-то личных обидах? В 17 лет я забеременела, рассказала матери. И она отправила меня на аборт. Аборт прошел неудачно. Я же не виновата в этом. Я не могу иметь детей. Ну, я виновата в этом. Ну, а кто меня отправил? Ты этого приняла вместе с его девкой беременной. А меня лишило возможности просто родить. Я не хочу там больше жить. Все, я больше не могу. И полгода эти ничего не решат. Ты сделала выбор в пользу Сереженьки. Вот ему все доставалось. Вот и живи с Сереженькой, с Викой. А я хочу начать новую жизнь после развода. Вот на эту новую жизнь мне нужны деньги. Не нужны они мне сейчас. А, вот миллион триста я тебе даю сейчас. Ты не надо мне вот это сейчас. Мне этого не хватит. Мне нужна полная стоимость этой доли. Понимаешь? Я найду эти деньги, я вернусь тебе. Я жить хочу нормально, а не в этом кошмаре. Ты не найдешь ты их, ты просто не продашь этот дом. Продашь. Нет, не продашь. Потому что в этом доме убил Сергей свою жену. Давайте мы Вику пригласим. Она просто, может быть, повлияет на решение тети. Ну, давайте, если, может быть, это поможет как-то переговорному процессу. Александр, Вику, пожалуйста, можно в кабинет пригласить? Девочка там должна у двери ожидать. Слуха, 12 лет? Да. Ребенку? Ее зачем сюда? Ну, давайте пообщаемся с Викой. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Тетя Алла вам, наверное, рассказывала, какая я воровка. Естественно. Ну, рассказала, да, что у вас был неприятный инцидент такой. Да не воровка я. Просто пару раз попросила денег. Мне было очень надо. У мальчика, который мне нравился, был день рождения. Я не могла пойти к Диме с пустыми руками. Вот и попросила 2-3 тысячи. Она меня наругала и сказала, разбирайся со своими проблемами сама. Потому что я отказалась жить с ней, когда год назад отец убил маму. А вы предлагали? Да. Да, Вика отказалась. По понятным причинам. Я думаю, вы понимаете почему. А, то есть вы готовы были забрать? Я готова была забрать Вика. Понимаете? Но Вика отказалась, да? Да, я отказалась. Я подумала, как я брошу бабушку, которая часто болеет, и как я брошу отца, которому тоже нужна моя помощь, а не моя семья. Такая, какая есть. Я прошу тетю Аллу не продавать свою долю квартиры чужим людям. Зачем ей усложнять нам жизнь? Да и тем более ей не так срочно нужны деньги. Я видела ее с каким-то мужчиной на крутой машине. Серьезно, ты в мою личную жизнь теперь лезешь, да? Да не лезет она в твою жизнь. Далее в программе. Наташ, я не изменял тебе. Я просто пропил деньги. Лучше бы изменил. Просто пропил эти деньги. Мужчина украл и разом прогулял несколько миллионов. Но где же полиция, следствие, строгий, но справедливый суд? И почему единственное наказание, которого страшно боится преступник – развод? Алла, я понимаю, что у вас очень серьезные личные обиды к маме, к брату, даже к веке есть. Но вот скажите мне, пожалуйста, вам вот деньги нужны, важнее сейчас? И вы готовы на то, чтобы ваша мать, брат и племянница жили в квартире и страдали от того, что они живут с чужими людьми? Кому вы продадите эту долю? Конечно, вы можете ее продать. Но вы хотите им и таким образом отомстить, чтобы вы сами сейчас мне рассказали, что у них ужасно сложная ситуация в жизни. Так получилось с Сергеем. Ужасная трагедия. Вика даже, несмотря на это, поддерживает свою семью. Но это какая не есть. И ваша тоже семья. Вы готовы сейчас так отомстить, чтобы они страдали? Чтобы там неизвестно, кто проживал в их квартире? Или вам вот настолько деньги нужны? Вас не просят даже скидку. У вас не просят отказаться от чего-то. Но это очень выгодные условия, в принципе. Это не какая-то рассрочка на 10 лет. Вы готовы? Вы потом себя простите за это, что вы еще усугубили ситуацию в своей семье? Аллочка, прости меня, пожалуйста. Ну, из-за личных обид вы можете там общаться, не общаться. В любом случае, мама у вас одна. С братом можете общаться, не общаться. Племянница, девочка растет. Ну, помочь бы надо в такой ситуации. А вы усугубляйте. Вы хотите, чтобы они мучились сейчас от того, что не могут нормально проживать в своей квартире? Кого там поселят на эту долю? Что с Викой будет? Алла. Ладно. Ладно, хорошо. Полгода. Спасибо тебе. Прости, пожалуйста. Если через полгода я не увижу этих денег, я продаю свою долю кому угодно и уезжаю. Хорошо. Я найду эти деньги. То есть стороны договариваются, да? Стоимость доли определяется 2 миллиона 300. Миллион 300 сейчас, еще миллион в течение полугода. И Алла обязуется не продавать долю третьим лицам. Да, я согласна. И как только соберет мама все деньги, вы продадите эту долю, да? Полгода. Полгода. Да. Устраивает стороны такая ситуация? Да, спасибо большое. Я рад, что вы договорились. Думаю, самое правильное решение в данной ситуации. Всего вам доброго. Спасибо большое. Стороны договорились. Я очень рада, что мы смогли договориться с Аллочкой, и она пошла нам навстречу. И я очень надеюсь, что мы сможем исправить то, что у нас случилось. Я вижу, она нас обижена. И сделаю все, чтобы у нас все наладилось. Ни с матерью, ни с братом, ни с племянницей я общаться не собираюсь. На эти полгода, так и быть, сниму квартиру, поживу где-нибудь отдельно. Ну а через полгода я просто надеюсь, что мать отдаст мне эти деньги. Если нет, будем как-то решать вопрос. Компромисс возможен. Давай тебе 300 тысяч дам, и ты навсегда из моей жизни исчезнешь. Торг уместен. Ты сколько зарабатываешь? Тебе какое дело? Счастье близко. Ну не те это проблемы, за которых стоит разводиться. Каждый будний день в мировом соглашении... Ты обещала, что ты вернешь миллион? Возвращай миллион. ...на нашем телеканале. Леонид Гулин для сохранения брака готов оформить дарственную на все свое имущество на жену. Наталья Гулина договариваться с мужем-предателем не готова. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая возникла между вами. Инициатором примирения является Леонид Алексеевич. Пожалуйста, Леонид, вам слово. Дмитрий, я хочу примириться со своей женой. Наталья, ваша супруга. Наталья, моя супруга, она подала на развод на меня и уехала в деревню, в Калужскую область, к родителям. Я пытался с ней связаться, она заблокировала меня, все мои контакты. Видеть тебя не хочу и разговаривать с тобой больше не хочу. Я пытался звонить отцу, отец сказал, что шею мне намылит. Правильно он сказал. Это чего же вы такого, Леонид Алексеевич, натворили, что Наталья уехала к родителям от вас? Вот я месяц ее не видел. И хочет развестись с вами. Месяц ее не видел. Наташа, хочу попросить у тебя прощения за мою выходку. За какую выходку? Напился я без памятства. Взял деньги семейные, потратил. Пропили семейный бюджет? Алкаш. Да? Да. Какие деньги? Я не помню совершенно ничего. Наташа, я не изменял тебе. Я просто пропил деньги. Лучше бы изменил. Просто пропил эти деньги. Леонид Алексеевич, о какой сумме идет речь? Сколько вы пропили? Два миллиона триста тысяч он потратил. Два миллиона триста тысяч? Прокутили? Да? Да я не помню. Серьезно? Я не помню даже, как это случилось. То есть вы прогуляли два миллиона триста тысяч и даже не помните? Не помню. Как печально. Что произошло? Ты вообще не помнишь? Так, ну и что вы сделали-то? Как же вы так? Я был на юбилею Пашки. И мы выпили чуть. И я потом... А мне когда 50 грамм я выпью, меня несет. Я домой пришел, забрал эти деньги, а там коллектив, начальник наш. Ну и понеслась. Что за бред ты несешь? В общем, я хочу рассказать, как было на самом деле. Я уехала, потому что у меня приболела мама. Я возвращаюсь, и мне вот такую новость сообщают, что оказывается, он опять снова запил. У него это не в первый раз. А есть, да, проблема у Леонида Салкогольча? Да, не раз. Мне малознакомые люди на улице встречаются и говорят, что беда вот у тебя. Твой-то опять напился и снова начал всех угощать. У него, знаете, такая проблема? Он когда больше 200 грамм выпивает, у него прям какая-то какой-то сбой системы происходит. Он сразу чувствует себя хозяином жизни, как в том фильме. Танцуют все, требуя продолжения банкета. Начинает всех угощать. И вот получается, вот за эти несколько дней он пропил вот эти вот 2 миллиона 300 тысяч. Вот скажи мне, как можно было за столько дней пропить такую сумму, прогулять? Наташа, не помни, не помни, 50 грамм выпил, но я же тебе все верну. Мне кажется, тебе нужно бесплатную лекцию вести, как это сделать. Ну да, это надо стараться. Не в первый раз уже такое. Это за вечер за один или сколько? Да, за два дня, за два-три дня получается, пока меня не было. Это же сколько надо было угостить народу-то? Да, уже были, уже были такие ситуации. До последний раз, это я что-то говорю. До этого он прогулял нашу машину, потом кредит, кредит тоже 2 миллиона. И он мне обещал, что больше такого не повторится. И вот опять я приезжаю и это слышу. И скажи мне, пожалуйста, что за чушь ты тут несешь насчет Павла? Какой Павел? Ты с ним даже толком никогда не здоровался. А начальник при чем? Причем начальник твой, я не могу понять. Он уехал в четверг домой, а ты три дня гулял в соседнем баре, мне рассказали. Наташа, я все верну. Вот свидетельство на квартиру, свидетельство на участок. Я все тебе отдам. Я перестану пить, поверь мне, прости меня, пожалуйста. Понимаете, вот эти вот деньги мы копили на строительство дома. Вы копили, да? Да, мы копили. Они наличными дома лежат? Да, мы копили на строительство дома. 5 лет назад мы купили участок, на дом нам не хватило. И мы вот эти 5 лет экономили, откладывали. Большую часть я откладывала своим потом и кровью. Я на работе трудилась по 12 часов. Чтобы скопить нужную сумму. И получается, я уезжаю, и он эти деньги прогулял. Получается, дома у нас не будет. А если не будет дома, о котором мы так мечтали, о котором я так мечтала, то, соответственно, и мужа у меня тоже больше не будет. А квартиру, квартиру мы твою все равно поделим, хоть она и добрачная. Ты же деньги-то потратил, которые в браке были нажиты. Соответственно... Да не надо ничего. Я все тебе и так отдам. И участок мы тоже поделим. Не разводись со мной. Я все тебе и так отдам. А как вы отдать-то хотите? Кредит очередной взять? Дарственную, вот я на... На что? У меня квартира, участок. У вас квартира, а участок, на котором вы дом собирались строить? Да, который мы приобрели. Они вам принадлежат? Да. Это ваше добрачное имущество личное? Да, это все мое. Так, и вы хотите сейчас что-то делать? Я хочу дарственную сейчас оформить, чтобы она только со мной не разводилась. Дарственную, то есть переоформить квартиру на Наталью и участок на Наталью? А сколько по стоимости участка квартир стоит? Ну там стоит, ой, хватит за все мои грехи. Наташ, прости уж меня. Вот все, что есть у меня, отдаю тебе. Нет, я тебе не верю. Потому что уже не в первый раз такое было. Не в первый раз. Почему вы его не закодировали-то раз, не первый раз? Жалко мне его. Люблю его. Жалко было мне его. Пить не умеет. Ну, вернее, пить умеет, но с размахом. Да? Ну, значит, как-то это не его история. Надо как-то заканчивать с этим. Ну, я первый раз поверила. Во второй раз тоже. Я такой доверчивый человек, имею свойство доверять людям. Тем более близкий мне человек, муж мой. Я его люблю. Наташа, в последний раз. Мне жалко его было. В последний, все, вот крайне... У меня и нет больше ничего. Последний раз. И пить-то не на что будет. А у тебя, естественно, больше ничего нет, кроме этой квартиры. Я все тебе же передаю. Все твое будет уже. Прости меня. Пропили и деньги на дом, и фактически жену. Потому что она хочет от вас уйти. Леонид Алексеевич. Как же так-то? Наташа, давай решим. Я не хочу. Я хочу с тобой развестись. Хотите развестись? Не делай этого. Я люблю тебя. Не делай этого. Сказали же, что любите. Ты же знаешь это. Может, какие-то условия у вас есть, допустим? Ну ладно, хорошо. Я тебе не изменял, да. Согласен, Леонид Алексеевич, на вас все переоформить. Хорошо. Я считаю, что так и надо сделать, чтобы, не дай бог, потом еще участок не продал. Вдруг повторится такое. Это ладно. Может, у вас какие-то условия есть? Может, готовы как-то, Леонида? Если он перепишет на меня имущество, все, которое у него есть, квартира, участок, и зарплату я буду за него получать, тогда да. Возможно, я еще подумаю. Я в бухгалтерию скажу, скажу бухгалтерию, чтобы на тебя зарплату... Его зарплату, чтобы вам перечисляли, вам на карту. Забирай. И тогда готовы как-то обсудить примирение с супругом? Да, готовы. Я думаю, что я подумаю на эти вопросы. То есть все, чтобы финансы в семье были под вашим контролем, да? Ну, это логично. Леонид Алексеевич, согласны? Конечно, конечно. Я просто, нет, я смотрю на вас, но вижу, что, да, понятно, ситуация серьезная, прогулял, конечно, много, но мне кажется, что вы любите друг друга. Да? Да, но вот что с ним поделать, не знаю. Так вот опасно с ним бюджет иметь общий, потому что не знаю, что будет в следующий раз опять. Наташ, последний раз. Наташ, ничего не говори сейчас. Сейчас, подожди. Да не надо мне ничего там нести. Наташ, подождем. Сюрприз. Вот, это на последние деньги купил, Наташ. Прости меня, ради бога. Ну, это серьезно. Ну, какой же ты идиот. Хорошо. Ладно. Больше не буду, не капай. Это в самый последний раз. И только на тех условиях, которые я озвучила. Хорошо. Зарплату мне, участок квартиры у меня. И больше ты не пьешь. Я не пью. Точно? Точно, сто процентов. Все, завязал. Если что, я свидетель. Завязал, завязал. Никаких коллег, друзей, тусовок, пьянок. Никаких. Ну, понятно. Так, ну тогда, Леонид, я просто сейчас займите место, я вам объясню, что вам надо сделать для этого. Заключите брачный договор, сходите к нотариусу, по условиям которого, чтобы сейчас не заниматься переоформлением всего, по условиям которого, если будет брак расторгнут, то все имущество, мало ли вы еще что-то наживете. И дом, может, построите, да, и там еще, может, какое-то жилье купить, чтобы все имущество при разводе, а развод будет, если вы будете продолжать злоупотреблять алкоголем, все имущество будет доставаться, при разводе достанется Наталье Евгеньевне. Это брачные договоры можно заключить в любой момент, хоть за день до расторжения брака. И вы пишете заявление в свою бухгалтерию, потому что ваша зарплата вся, изменяете реквизиты, вся перечисляется на карточку жены. Понятно, да? Понятно. Все, договаривайтесь, миритесь, я очень рад. Спасибо. Забирайте животное. Спасибо вам большое за участие, всего доброго. До свидания. Стороны договорились. Ну все. Пить больше не буду, завязываю. Уже и не денег нету, и денег на выпивку нету. Буду со своей любимой женой Натахой жить, чтобы простила она меня. Спасибо ей большое. Последний раз решила поверить этому алкашу. Люблю его, конечно, 7 лет уже в браке, и все вот одно и то же. Но надеюсь, что это будет в последний раз. И больше он пить не будет, и прогуливать деньги. Все мужья вешают лапшу женам на уши. И любовницам. Даже многолетний и очень личный конфликт можно закончить. Вообще, с какого перепуга моя дочь и зять делят мою квартиру? Правда, придется открыть все самые страшные тайны. Тебе не хватает сил на секс. Это все, что тебе нужно? Это Мировое соглашение. Все, молодцы, договорились. На нашем телеканале.